Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru У меня на столе лежит довольно старенький смартфон, это Micromax Q415 У меня по нему снят ролик по разблокировке с помощью его прошивки Буквально недавно мы запустили простейшую разблокировку по коду Также у меня есть инструкция по установке кастомного рекавери А обзор выпустить так руки и не доходили Я ожидал, что Megafon по прошествии столько-то времени что-то выпустит Но по факту Micromax Q415 это было последнее, что у них заблокировано на Megafon На вскидку уже, наверное, пару лет прошло, на самом деле он до сих пор у них продается Поэтому лучше поздно, чем никогда Давайте посмотрим на этот аппарат, так как модель довольно удачная С момента старта продаж он уже подешевел и сейчас комплект можно взять в общей сумме за 3500 рублей Но когда я приехал в Megafon, я попросил, естественно, приобрести и со мной произошла досадная ситуация Мне нужно было... Я забыл определенную карту банковскую и была возможность заплатить другой То есть мне нужно было телефон купить за безналичный расчет, а платеж провести наличным Так мне почему-то пробили не 3000, а 3250 Я спросил, так какова же цена комплекта? А если я ошибся, 3240, вот так вот мне его пробивали Человек мне ответил и тут тупил в компьютер Я поинтересовался, я говорю, вы скажите стоимость комплекта, как бы я же типа его покупаю А она почему-то вообще ушла в подсобку Как оказалось, мне пробили новую сим-карту, чего я не сильно хотел С сим-картами у меня проблем нет Мне заявили, что можно пробивать только новую сим-карту Но я уверен, что это не так Пожаловаться, к сожалению, у меня руки не дошли Поэтому я всю свою энергию выпускаю в этом видео Megafon на втором брянске Вам привет Поэтому, если вы пойдете приобретать, то имейте в виду, что симку новую покупать-то и не обязательно Вот мы видим на страничке информацию В чем плюс? Это поддержка LTE И самое главное, что это не МТК-телефон, а Qualcomm А Qualcomm у нас котируется куда больше Из минусов, которые бросаются сразу в глаза Это TFT-матрица И больше каких-то жирных таких косяков здесь не увидел Кстати, навигация, обратите, тут даже Байду есть Не знаю, летают ли над Россией спутники Это мы уже разберем в тесте GPS В общем, такой телефон у нас сейчас будет на обзоре И давайте все-таки теперь достанем видеокамеру и посмотрим на него вживую Как всегда, посмотрим на комплектацию Коробка красивая, все у нее круто Нарисовано, разрисовано Посмотрим, что у нас идет в комплекте Это непосредственно чеки и даже заполненный гарантийный талон Инструкция, как всегда, убогая и черно-белая Гарнитура нет, есть USB кабель И зарядное устройство Зарядное устройство у нас с силой тока 0.7 Поэтому при желании можно заменить на что-нибудь более негреющееся И, возможно, телефон будет больше потреблять при зарядке И тем самым быстрее заряжаться Все, поэтому комплектация самая обыкновенная Ничего тут такого нет Как, например, в последних микромаксах, которые в Билайне продаются Там пленочки еще полагаются, наушники неплохие И здесь такого нет И сам телефон Телефон тоже ничем не отличается по внешнему виду Можем сразу посмотреть Левый торец у нас девственно чист Справа расположены кнопочки, которые в эту окантовку вписываются Вы же видите, внешне их не всегда легко заметить Но они вот, они есть Нажимаются прикольно Кстати, довольно чувствуются Поэтому, ну, с кнопками тут прикольно все Разъемы для наушников и зарядки у нас расположены сверху Зарядка посередине, наушники чуть смещены На самом деле удобство расположения зависит от того, как телефон используется Например, у кого-то, например, крепление для телефона на стекле автомобиля Сделано так, что сверху ничего не воткнешь Поэтому это, я считаю, может грозить только этим Снизу у нас все чисто Сзади расположилась камера со вспышкой Логотип производителя И, в общем-то, все Я считаю, что внешний вид обыкновенного телефона И, возможно, это даже хорошо, так как они его хотя бы не испортили Весит телефон 148 грамм Ну, стандартный вес, не тяжелый и не легкий Сам корпус, кстати, матовый, на ощупь приятный Ну, что-то на нем остается, как вы видите, что у меня телефон лапается И какие-то следы при желании можно увидеть Экран Экран здесь TFT Так как телефон старый, тогда еще IPS, если я не ошибаюсь, всюду не пихали Но углы обзора, в принципе, достойные Потому что я, когда снимаю свои обзоры, я сижу явно сбоку И у меня текст читабельный То, что написано на ярлыках, я вижу Поэтому по углам обзора особо претензий нет Далее, разрешение здесь небольшое Это 480 на 854 То есть это даже, ну, не HD Но, тем лучше, разрешение экрана меньше Рендерить всякие объекты там и анимации куда проще Поэтому работать он должен пошустрее Так что это скорее плюс Диагональ у него 4,5 Как раз для тех людей, которые не любят большие телефоны Так называемые лопаты То есть обычный, средний размер Тут, в принципе, ну, телефон пока только радует Мультитач на два касания Как я понимаю, это может отражаться только в играх А при обычном использовании телефона это ничего страшного Но, опять-таки, вспоминаем, что это бюджетка Так что, в целом, ладненько, ничего страшного В общем, по экрану каких-то ярых косяков нет И это тоже хорошо Давайте теперь посмотрим на камеру Приложение камеры, кстати, довольно интересное Так как, зайдя в настройки, они у нас появляются сразу сбоку Все необходимое, я считаю, есть Автофокуса у данной камеры, к сожалению, нет Ну, зато все прилично оформлено Есть кучка эффектов, есть даже режим HDR Также там функция распознавания лиц Ну и вот эти вот обычные настроечки Единственное, что могло смутить, это качество фотографии Здесь можно выбрать качество JPEG И потом просто словами отличное, хорошее там и какое-то другое Ну а так, на самом деле, само приложение радует Оно довольно шустрое Переключение камеры никуда не спрятано Оно у нас вот есть С ним тоже у нас все хорошо А камеру мы потестируем следующим образом Просто пойдем на улицу И пока я показываю с ней снимки Я скажу, что она имеет разрешение 5 мегапикселей Ну и имеется вспышка Больше тут сказать-то особо нечего Фронталка, кстати, на 2 Вот в данный момент вы видите сейчас селфи И давайте чуть-чуть еще посмотрим фотографии с основной Ну и возможно, кому-то будет интересно, как она снимает видео Я это сделал И давайте этот видеоролик сейчас посмотрим В общем, находимся сейчас с оператором в лесу Тестируем камеру Эти тесты снимаются уже после всего обзора Я его весь отснял И вот только сейчас выехал с камерой Я считаю отвратительная камера Вот телефон всем идеален Вы это еще дальше в обзоре увидите Вот он идеален просто всем Но, оказывается, ну должны быть какие-то изъяны И эти изъяны это фотокамера Как работает видео вы, в принципе, видите прямо сейчас Стабилизации ноль И, возможно, на компьютере это еще более отвратнее смотрится Как работает звук мы все с вами увидим только на монтаже Или при просмотре видео О качестве камеры судить только вам А мы давайте теперь поговорим об аппаратной начинке данного устройства В плане стандартов беспроводной связи Он нас однозначно радует Поддерживаются три поколения 2G, 3G и 4G 3G он умеет как на 2100 МГц, так и на 900 А LTE также у него всеядный Он поддерживает как 1800, так 2300, так наш обычный центральный России 2600 И экзотический LTE 800 В котором, например, работает оператор Tele2 в Москве То есть с LTE у нас на самом деле проблем не будет И это довольно радостный момент Скорость тестировать я не вижу смысла Так как это надо делать при ненагруженной ЭБС и т.д. и т.п. Поэтому не стоит занимать ваше время Wi-Fi Он поддерживает по данным сайта Мегафон только стандарты 2.4 И давайте при помощи приложения Speedtest посмотрим, сколько он разгонит На роутер заведен канал в 200 Мбит Сам роутер довольно неплохой Находится он, конечно, не возле данного устройства Но я думаю, тем даже и честнее К тому же тест на самом деле субъективен Он уже снимается в городской черте Они как обзоры раньше в подвальном помещении Поэтому мы тоже точной картины сказать не можем Но, как мы видим, 20 Мбит для данного телефона хватит Ведь даже чтобы смотреть YouTube Нам нужно SD-качество из-за разрешения экрана Поэтому к Wi-Fi, я думаю, мы тоже придираться не будем Bluetooth здесь четвертая версия Это позволит подключать, например, какие-либо смарт-часы Которые как раз хотят такой стандарта для низкого потребления энергии И также здесь есть навигация Давайте мы выйдем на улицу и потестируем, как у нас работает навигация Нашими уже стандартными тестами Ну вот, мы приехали в очень удивительное место Давайте тестировать GPS Все стандартно Программа GPS-тест Для вашего удобства Развернем это все дело горизонтально В настройках стоит навигация по всем источникам И смотрите Ну, старт у нас относительно холодный Старт у нас первый раз Моментально нашел Но пока не зафиксировал положение Хотя видит 6 спутников И использует 6 Пока он ищет, давайте сразу расскажу, с чем мы будем сравнивать У нас есть магнитофон У которого нет GLONASSEN Есть только GPS Он видит 15, использует 13 И пока мы смотрели на магнитофон Очень удивительный результат показывает телефон Он, вероятно, нашел уже спутники GLONASS Вот они под большими номерами видят 20 Но использует 14 Кстати, как-то очень нестабильно он за них цепляется Вероятно, он еще только привыкает к этому всему Как всегда, давайте выездим пару минут И посмотрим, что у нас будет спустя это время Пару минут прождали И ситуация не сильно нравится Проблема в том, что в зоне видимости У него там от 28 спутников, может быть И до 15 Все время он использует 13 Просто непонятно, зачем нужно две навигационные системы Когда, например, на том же самом магнитофоне Ну, понятно, что он с другой антенной Понятно, что он на другом чипе Но стабильно 13 спутников А здесь ситуация такая Я не специалист по GPS Но если включить вид координат То они очень сильно как-то прыгают То есть даже с магнитофоном у них цифры как-то отличаются Поэтому в плане стабильности приема Я чуть-чуть, пожалуй, усомнюсь Мы тогда сделаем тесты, наверное, на таксометре И у нас возле оператора лежит парочка телефонов модных нынче Xiaomi И на этих Xiaomi стабильно используется по 15 спутников То есть разница где-то в 3 спутника Ну, иногда может, конечно, и чуть-чуть побольше Но хотя бы эти постабильнее в этом месте работают Поэтому с навигацией пока у нас не все однозначно Попробуем выехать еще из леса Заснять, как будут работать, наверное, вне машины это все дело И тогда сейчас перейдем к нашему следующему тесту И пока мы думаем, как автомобиль наш вернется обратно Я решил посмотреть, как будет ли колбасить, так сказать, спутники Будет Было 13, стало 9 Сейчас может их там резко стать опять 13 Поэтому в плане стабильности работы GPS сомнительно Но их не 7 Вроде как координаты фиксируются Все, теперь точно надо отсюда выезжать И пробовать снимать тест уже на таксометре Ну что, и наш теперь уже стандартный бенчмарк Таксометром выбираем километровый тариф на телефоне Выбираем километровый тариф на магнитофоне И у нас сброшен пробег на приборной панели автомобиля Сейчас у нас по нулям Поедем мы к Константину в гости Заедем заодно и протестируем Дорогу, думаю, снимать особо смысла нет И встретимся уже по результатам Сравним пробеги Видим, накатали 142 рубля По расстоянию нам сейчас, я думаю, должен показать, сколько получилось 6,2 километра Смотрим на мафоне, на котором только GPS без ГЛОАСа 6,2 километра Ну и, как всегда, неточные результаты по приборке машины 5,9 километров соврал где-то на 300 метров Как мы видим, как бы здесь спутники не дергались В качестве таксометра телефон можно использовать без проблем Поэтому пускай, что навигация здесь работает нормально На четверочку А мы возвращаемся в студию Ну вот, вроде в плане беспроводных интерфейсов Мы про все поговорили Как мы видим, каких-то больших проблем у нас тут нет Поэтому здесь телефон у нас получает тоже свои небольшие Так называемые плюсики Теперь можно поговорить о быстродействии Ну, начнем мы с нашего стандартного бенчмарка Это у нас Antutu Здесь он набрал 21,5 тысячу очков Это, конечно, не предел последних телефонов Но, если посмотреть в нашу таблицу То мы видим, что он где-то у нас наравняется Tele2 MIDI, Osters Atlantic или Beeline Pro 4 Ну, тоже неплохо Поэтому сравнивайте еще и сами Таблички обычно на монтаже в углу засовываю Работает все дело на процессоре Qualcomm Snapdragon 210 Здесь у нас 4 ядра по 1,1 ГГц Что довольно не круто Простите, что довольно круто Чуть-чуть оговорился Далее Видеоускоритель здесь не Mali-400 Не Mali-T750 А необычный для нас это Adreno 304 Поэтому мы будем более внимательнее относиться к нему в играх ГИХ-оперативки Что довольно хорошо Посерфить по интернету Или, опять-таки, позапускать какие-то ресурсоемкие приложения Давайте посмотрим информацию, которую у нас показывает Antutu Все это дело у нас работает под управлением пятого андроида Ну, уже на самом деле неплохо Далее здесь, в принципе, я вам это уже все называл Внутренняя память у нас заявлена как 8 и доступна пользователю 4,5 Что тоже неплохо Здесь у нас информация о видеоускорителе, о камере, о операционной системе Имеется датчик приближения, гироскоп Датчик освещения для работы, автояркости Я считаю, по датчикам тоже все прекрасно И по железу у нас тоже все хорошо Посмотрим, как он покажет себя в играх Теперь давайте пройдемся по остальным бенчмаркам А вот в Geekbench у нас результаты такие Ну, где-то на 100 меньше Как в тесте процессора Так и в комбинированном Ну, опять-таки, телефончик у нас ни разу не новый Поэтому Попустим это на Возраст И перейдем к следующему бенчмарку А в бенчмарке Epic Citadel Он показал довольно интересный результат По количеству кадров в секунду Это получается самый большой За всю историю наших обзоров Там за последние года два Я опять-таки посмотрел в таблицу Которую я составляю Но такое большое количество кадров Она достигнута за счет низкого разрешения Ведь чем меньше разрешения Тем меньше затрачивается ресурсов Ну, опять-таки, если чисто вот сравнивать по цифркам То приятно смотреть Ладно, с бенчмарками давайте мы закончим И уже поставим сюда игрушек Начнем мы, как всегда, со второго The Trigger Игра у нас загружалась Почему-то непозволительно долго Или я могу чуть-чуть ошибаться Давненько я уже обзорчиков не снимал На самом деле, потому что Сейчас у нас идет какое-то затишье Говорят, ожидается фаз Третий выйдет Посмотрим, правда ли это или нет Ну и насчет The Trigger Справа сверху мы видим Счетчик кадров в секунду Который нам позволит Определить качество игры В принципе Он, конечно, не такой уж и высокий-то Визуально у нас вроде каких-то лагов нет Ну и адских просадок по счетчику Пока я тоже не наблюдал И это пока довольно радует Как я понял, он старается колебаться в районе 30 И в некоторых случаях опускается до 25 И, по-моему, там была еще малейшая Просадка до 19 Но, в целом Как мы видим Вполне себе Играбельно Поэтому Тестом, Детриггером Micromax Q415 прошел Давайте теперь перейдем к следующей игре Асфальт, в принципе В меню не тормозил Это уже радует Давайте посмотрим Как у нас во время игры Это все будет делать Смотрю, игра живет Вот она Обновляется Тут появились мотоциклы С этим я еще не разбирался Но Мотоцикл Это всегда прикольно Управление здесь не совсем удобное Поэтому телефон не всегда будет влезать в камеру И Глядя на счетчик кадров в секунду Меня однозначно радует Как она идет Смотрите Он опять-таки Как и у Детриггера 25-30 Хотя Асфальт обычно На бюджетках некоторых Или тормознее Или не запускается Кстати Хоть здесь и Пятый Андроид Я Вставил сюда Флешку на 32 Набор софта Вы, в принципе, видели в обзоре Потом были установлены Танки Детриггер И Восьмой Асфальт Единственное, что Асфальт меня предупредил Что Внутренней памяти нет Он станет на флешку И, возможно, типа Менее качественная игра Ну, менее качественная игра Возможно, если не оптимизировать Но В данном случае Мы видим, что Асфальт у нас идет без проблем В принципе Смысла ехать Всю гонку я не вижу Я думаю, вы со мной согласитесь А если не согласитесь То можете поспорить в комментариях Что для такой бюджетки Идет он очень даже Круто И не всегда в обзорах Встретишь Когда корректно И без тормозов идет Восьмой Асфальт Ну все Давайте запустим Классику Это танки Там, тем более, есть еще свой счетчик Кадров в секунду И посмотрим Как здесь Будет комфортно Танкистам Ну и давайте смотреть Что у нас По танкам А под танкам Лучше всех Как я понимаю Счетчик Сразу Под 60 Раз Потому что Я не сомневался Что игра Очень даже Оптимизирована И Очень сложно Будет ее Где-то Просадить Ну в принципе Вот у нас Счетчик Понизился До 40 Когда Начался Какой-то движ Но я думаю Это Сильных проблем У нас Не вызывает И Телефон у нас Перезагрузился Будем надеяться Что это Единичный Глёк В принципе Вырезать Я это не буду Но и Перезапускать Танки Смысла у нас Нет Вполне возможно Что телефон Просто сел Батарейки Там было Не очень много Но Когда я начинал Снимать Еще Было Около 15 Поэтому Насчет батарейки Возможно Делаем Выводы Ладно С играми Закончим Я думаю Вам Все понятно И давайте Постепенно Переходите К заключению По предустановленным Приложениям Радует Вообще Потому что От мегафона Здесь Нет Ровным счетом Ничего А вероятный Микромакс Предустановил Милай А вероятный Микромакс Предустановил Милай ВПС Офис И Клинмастер Кроме ВПС Офис Это все Бесполезно Давайте Посмотрим Сможем ли мы Например Этот Клинмастер Удалить Да Как мы Видим Эти мусорные Приложения Тоже С большой Легкостью У нас Удаляются Поэтому Лишнего Мусора По предустановленным Приложениям Просто нет Можно Проверить Работу ОТГ Ноль Реакции Абсолютно Ну и Понятно Что до этого Все это Дело Тестировали В общем ОТГ Здесь у нас Тоже Не работает Ну в смысле Не тоже А просто Не работает Больше здесь Сказать особо Нечего Телефон Довольно Шустрый Давайте Съездим В гости Константину И Посмотрим На данный Телефон Изнутри Привет 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 Ремонт Ну Привет Всех Слушай Поднялся Ну Расскажи Что есть Чуть Чуть Давай Скажи Телефон Может по самому Другому Ну в общем Qualcomm Телефон Не МТК Четырехъядерный На пятом Ох а я так Люблю МТК Да На пятом Андроиде Но Производство Микромакс Причем Он выходил Одновременно С моделью Д303 Которую мы Разбирали Довольно давно Еще На моей студии Это было В общем Это ну Получается Он получил Премию Считает тебя Самая отвратная Сборка На свете Там не было Шлейфов Там было Все на пайке Может ты вспоминаешь Без коннекторов А таких По-моему Несколько было Ну Это был шедевр Поэтому Посмотрим Что здесь Моделька Короче Старенькая Но Обзор решили Снять только сейчас Уж лучше Сейчас Чем никогда Ну Первое впечатление Первое впечатление Обычный Китайский Дешевый телефон Слушай То есть у тебя Бывали они Получше Ну Бывали похуже Да Ну Сейчас Когда с грузиками Да И рамочками Которые утяжегают Да Рамки груза Да Это конечно Был Слушай Ну в мегафоне Он уже продается Не один год Потому что у них Нового ничего Не продается А я смотрю Сейчас что-то Не только мегафон Как-то все Стали Реже их выпускать Ну Тоббилайна Я тебе приносил От МТС Периодически Это делаю А вот В плане С мегафоном Конечно Мегафон огорчает Ну сейчас У всех реже Да Так у мегафона Вообще Уже Это вот считай Последнее Что у них было Из телефонов Хотя это было Там Я помню В Москве На старте продаж Покупал Как я понял Здесь все-таки Ну есть разъемы Есть разъемы Телефон Ну я тебе скажу Так относительно По-человечески Еще продаж А вот Периодически Ты там говоришь Что Нокиевский Динамик Нокиевский Микрофон То есть Взаимозаменяемо Ну как Нокиевский Ну вообще Да Первоначально Это Ну вот Тоже С Люми Люми Сони Тоже HTC По-моему Я сейчас Не вспомню Всех Ну так На вскидку Как бы Но вот Динамик Кто занимается Тот поймет То есть Что это Люмиевский Широкий Динамик Мелкие вещи Лошади Мама Показывай Ну ладно То есть Микрофон Для Камеры И так же Я так думаю Для шумоподавления То есть Два микрофона Получается Ну да Китайцы Все таки Тоже Это делают Ну как бы Не первый день Но Шлейфик Смотрю Сам Отстегнулся Да У него Из бюджетных Не всегда Так это попадается Но Некоторых Есть Все таки Есть Датчик Датчик Как его Назвать Приближение Все правильно Отключение Изображение В момент разговора Так скажем Слушай Не ну я смотрю Прям труба Очень достойна Ну Как бы да Вот Лишь все камеры На этих самых На разъемах То есть Момент Ремонта Какого Немного Замена Там Гнезда Да Ну как бы Легко будет Все избавиться Там Отпаяли Этот шлейф Да Ну да Самая же ведь Такая популярная Проблема Самая популярная Сим Коннектор Которые Мы с тобой Впаивали Во все Телефоны Которые От двух Сим И чего Ли То есть Ну здесь Нам не дали Такой возможности К сожалению Здесь Они уже Сами Все Процессор Оперативка Под внутренностями Да Я вот посмотрел Ты пока Разговаривал Это надо Отпаивать То есть Мы не увидим Конечно Ничего страшного Как бы Процессор Куалком Это достойно Куалком Любят Прятать То есть В принципе Если человеку Надо будет Что-то Пересадить С донора То Очень даже Ремонт Пригоден Как оказывается Пересадить С донора Что именно То что Называлось До этого Ну В принципе Да Дисплей Можно пересадить С другого Телефона Ну Только Если вынуть Тачскрин Отсюда Он не вынимается Сейчас Мы попробуем Поднять Нижнюю плату Посмотреть Что под ней Ну Короче Если менять То тупо Модулем В общем Не вариант Нет Не модулем Аккуратно Можно Отклеить Сенсор Ну Это Получается Цена ремонта Дороже Телефона Это Вот Почему А По цене По идее У всех Так же Вот Ну Ладненько Тогда Маркировки И всякие Штуки Я постараюсь Приложить В описании Там Фотографии В высоком Разрешении И я понимаю Что это Немного Сложно Формулировать Но Все же Мнение Непосредственно По сборке По ремонтопригодности Ну Как бы Они нормально К этому Отнеслись То есть Не пожалели Сил Средств Вот Ну В принципе Да Это не китайский Ноунейм Это Микромакс Но Микромакс У меня пока Впечатление О нем Двоякое Микромакс Это же Индия Да Или это Нормально Или это Ненормально А Показался Очень достойный Телефон Честно говоря Я обзор еще На него Не снимал Сначала Вот мы Приехали К Константину Но Я думаю Обзор Будет Тоже Неплохой Тебе Константин Спасибо Рекламы У нас Было И так Много Чип 32 Ульянова 2 Город Брянск Если кому Что надо Есть сервисный Центр Где Константин Работает Спасибо А мы Пожалуй Поедем В общем Давайте Теперь Сделаем Выводы Вывод Я буду Делать В прямом Афере Я его Даже Не заготовил В общем Смотрите За 3500 Мы имеем Телефон Который За время Подготовки Обзора И во время Обзора Если как и Подвел То только Сел Ну и то Потому что Его заряжать Просто надо Было Перед Съемкой Игр Затупков Я не увидел От слова Совсем После похода К Костяну Стало понятно Что собрали Его тоже Достойно Единственное Что ну Чутка Огорчило Так это Камера Без автофокуса И качество Снимков Довольно Посредственное Ну ладно Зато Все остальное Очень даже Летает И радует Что это не МТК Поделка Традиционная А Куалком Поэтому Если вы Размышляете То однозначно Брать Кажется Я начинаю догадываться Почему Мегафон Не продает Новые Лочные Телефоны Да потому что Этот Пользуется Спросом И довольно Успешен Кстати Радует Что мы На сайте 3G Info Запустили Его разблокировку Просто по коду Больше не надо Рисковать Прошивкой И мэйми И всем остальным Делается все За 5 минут Ролик есть У меня на канале Ну а с вами был Антон Один из администраторов 3ginfo.ru Будем рады Видеть вас В рядах Наших клиентов Если остались Какие то вопросы То задавайте их В комментариях До скорых встреч И можете посмотреть Остальные видеоролики По этому телефону